Так вот, близко с закатом, Костер, и что все пляшет, И что ж грустишь, протягом, А ну-ка, улыбнись. Ведь кто-то очень близкий, Тебе тихонько скажет, Как здорово, что все мы здесь, Сегодня собрались. И кто-то очень близкий, Тебе тихонько скажет, Как здорово, что все мы здесь, Сегодня собрались. И все живое, в горе, Мы все сегодня вспомним, Чьи вина, как рады, На сердце забрались. Мечтами и песнями Мы каждый вздом наполним, Как здорово, что все мы здесь, Сегодня собрались. Мечтами и песнями Мы каждый вздом наполним, Так здорово, что все мы здесь, Сегодня собрались. Поэта соперников нет, Ни на улице, и ни в судьбе, И когда он кричит всему свету, Это он не на вас, а себе. Руки тонкие к небу возносит, Жизнь и силы по каплю вверх, Догорает, прощения просит, Это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, И душа облетает во тьму, Поле пройдет, сделано дело, Вам решать, для чего и кого. То ли мед, то ли горькая чаша, То ли адский огонь, то ли храм, Все, что было его, нынче ваше, Все для вас посвящается вам. Сегодня наша литературная гостиная Посвящена Всемирному дню поэзии. Этот праздник был учрежден Резолюцией 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, Которая проходила 12 ноября 1999 года, И впервые отмечалась в России в 2000 году. Инициатором празднования Всемирного дня поэзии в нашей стране Выступил поэт Константин Кедров. Первый день поэзии прошел в Москве в Театре на Таганке. Творческий вечер был организован художественным руководителем театра Юрием Любимым Вместе с поэтами Константином Кедровым и Андреем Вознесенским. С тех пор Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта, день весеннего роднокенствия. В обращении ЮНЕСКО по поводу этого праздника было сказано, Что поэзия – это неотъемлемая часть общества. Она выражает нашу общую человечность и объединяет людей со всех континентов. Мы присоединяемся к празднованию и послушаем стихотворения, Которые выбирали сами исполнители. Они не были ограничены в выборе тем, Поэтому сегодня прозвучат стихотворения разных эпох, Посвященные разным темам. А начнем мы сегодняшнее выступление с Сиренады Вольфганта Амадея Моцарта «Маленькая пряха» В исполнении Ишаровой Софии. Сиренады Вольфганта Амадея Моцарта «Маленькая праздник» Сиренады Вольфганта Амадея Моцарта «Маленькая праздник» Сиренады Вольфганта Амадея Моцарта «Маленькая праздник» Философов и поэтов всегда интересовала проблема Внутренней и внешней красоты человека. Что есть красота? Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде? На этот вопрос попытался ответить Николай Заболоцкий В своем стихотворении «Некрасивая девочка», Которая прозвучит в исполнении Баскаковой Варвары. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка, Заправлена в трусы худая рубашонка, Колечки ржеватые и кудрей рассыпаны, Рот длинен, зубки кривы, Черты лица остры и некрасивы, Двумальчуганным сверстником ее От циркаю перепу велосипеда. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, Гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу, Чужая радость так же, как своя, Томит ее, и вон и сердце рвется, И девочка ликует и смеется, Охваченная счастьем бытия. Ни день и зависти, ни умысла худого Еще не знает это существо, И все на свете так безмерно ново, Так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, Что будет день, когда она рыдая, Увидит с ужасом, что посреди подруг Она лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, Сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый тот пламень, Который в глубине ее горит, Всю боль свою один переболит И перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее не хороши, И нечем ей прельстить воображение, Бладенческая грация души Уже сквозит в любом ее движение. А если это так, То что есть красота, И почему ее обождествляют люди, Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде? В прозвучавшем стихотворении Поэт раскрывает тему человеческой красоты И доносит идею о том, Что нельзя судить о человеке По его внешности, Потому что настоящего красивого человека Делает душа. К этой теме еще в 1830 году Обратился Михаил Лермонтов Своё стихотворение «Нищий», Которое прозвучит в исполнении «Недва есения». У врат обителя святой Стоял просящий подаянье Бедня, иссохший, чуть живой От глады, жажды и страданий. Куска лишь хлеба он просил, И взор являл живую муку, И кто-то камень положил Его протянутую руку. Так я, молим твоей любви, Слезами горькими, с тоскою, Так чувства лучшие мои Обмануты навек тобой. В прозвучавшем стихотворении Поэт сравнивает безответного, Влюбленного, обманутого лирического героя С чуть живым, С чуть живым, стрядающим нищим. Теми любви Михаил Лермонтов Посвятит в 1840 году Стихотворение «Есть речи значения», В котором покажет, что Слова любимого человека, Сказанные в трудную минуту, Могут оказать огромную поддержку. Это стихотворение прочтет Певнер Павел. «Есть речи значения, Темно или ничтожно, Но им без волнения Внимать невозможно, Как полные их звуки Безумством желания, В них слезы разлуки, В них трепет свидание, Не встретит ответа Средь шума мирского, И с пламя, и света Рожденное слово. Но в храме, средь боя, И где я не буду, Услышав его, Я узнаю повсюду, Не кончив молитву, На звук тот отвечу, И, брошусь из битвы, Ему я навстречу». Тема любви привлекала к себе И Сергея Есенина. В 1925 году он написал Стихотворение «Собаки Качалова», Посвященное псу Джиму, Действительно проживавшему В доме актера Московского художественного театра Василия Качалова. У поэта с Джимом Становились очень дружеские Доверительные отношения. Именно этому псу Поэт попытается передать Грусть утраты любимого человека. Это стихотворение прочтет Заранкина Елизавета. «Дай Джим на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой балаем при луне На тихую бесшумную погоду. Дай Джим на счастье лапу мне, Пожалуйста, голубчик, не лежись, Пойми, со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил и знаменит, И у него гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовит. Тебя по шерсти баркать не потрогать, Ты по собачьей, дьявольской красив, С такой милой, доверчивой приятцей. И никого ни капли не спроси, Как пьяный друг ты лезешь салаваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей Так много всяких и не всяких было. Но так, что всех безмолвней и грустней Сюда случайно вдруг не заходила. Она придет, дает тебе по руку, И без меня в ее уставе взгляд Ты заменяли с ней нежную руку За все, в чем был и не был виноватым. Позови меня тихо по имени, Ключевой потой на по имени. Нам зовется и сердце безбрежное, И сказанное, глупое, нежное. Снова суме приспорят бессонные, Снова сочет и степно охотные. О своих чувствах, выражая их через красоту природы, Пишет Афанасий Фетт. В этом стихотворении поэт с восторгом Обисывает природу. К этой теме он обратился еще в 1847 году, Написав стихотворение «Ласточки пропали». В нем он пишет о своем настроении. Ему грустно, потому что наступила осень. Он тяжело переносит унылость и сырость пасмурных дней. Это стихотворение прочитает Панила София. «Ласточки пропали, а вчера зарой, Все грачи летали, да как сеть мелькали, Вон над той горой. С вечера все спится, на дворе темно, Лис сухой валится, ночью ветер злится, Да стучит в окно. Лучше б снег, да в югу, Встретить грудью рад, Словно как со спугу, Раскричавшись, к югу журавли летят. Выйдешь, по неволе тяжело, Хоть плачь, смотришь через поле, Перекати поле, прыгай, как мяч». А вот стихотворение «Весенний дождь», Написанное в 1857 году, Проникнуто радостным настроением Предвкушения перемен с приходом весны. В самом привычном природном явлении Поэт нашел красоту и силу, И с радостью делится своими чувствами читатель. Это стихотворение мы услышим в исполнении «Римбель Полины». «Еще светло перед окном, В разрыву облак солнце блещет, И воробей своим крылом В песке купаясь и трепещет. А уж от неба до земли Качаясь движется завеса, И будто в золотой пыли Старит за ней опушка леса. Две капли брызнули в стекло, От лип душистым медом тянет, И что-то к саду подошло, По свежим листьям барабанит». Тема природы привлекала к себе и Федора Тючева. В 1829 году, находясь в Германии, Он встретил там весну И написал стихотворение «Весенние воды». Поэт поразился тому, Как же все похоже на его родную Россию. Это стихотворение Павловская Ирина. «Еще в полях белеет снег, А воды уж весной шумят, Бегут и будет сонный брег, Бегут и блещут и гласят. Они гласят во все концы, Весна идет, весна идет, Мы молодой весны гонцы, Она нас выслала вперед. Весна идет, весна идет, И тихих теплых майских дней Румяный светлый хоровод Толпится весело за ней». В 1836 году поэт пишет стихотворение «Зима не даром злится», Также посвященное приходу весны. Это стихотворение прочтет Петунин Петя. «Зима не даром злится, Прошла ее пора, Весна в окно стучится И гонится двора, И все засуетилось, Все нудит зиму вон, И жаворонки в небе Уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет И на весну ворчит, Да и в глазах хохочет, И пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая, И снегу захватя, Пустила убегая В прекрасное дитя. Весне и горя мало, Умылась я в снегу, И лишь румяней стала Наперекор к врагу». Строгами, как близок и понятен этот мир, Начинается стихотворение, Написанное Максимилианом Волошиным В 1901 году. Оно также посвящено Описанию природы. Стихотворение пронизано Предчувствуем радости, Ожиданием счастья, Восточным приятием бытия Таким, каково оно есть. Это стихотворение мы услышим В исполнении Остренко Виктории. Как мне близок и понятия Этот мир зеленый-синий, Мир живых, прозрачных песен И упругих гибких линий. Мир встряхнул покров тумана, Четкий воздух, свеж и чист. На больших стволах каштана Ярко вспыхнул бледный лист. Небо целый день моргает, Прысь не дождь, прысь не получит, Развивает и сливает свой покров, И сизых туч. И сквозь дымчатые щели Потускневшего окна Бледно, пишет акварель, Эта бледная весна. По небам голубых Есть город золотой, С прозрачными коротами И яркою звездой. А в городе том сад Все травы да цветы Гуляет обшиву бред Невиданной красы Одно, как желтый, А в городе лето Во море полный смотный плечи С небесло твоем небесный Честь и солнце твои И яркою звезды По небе полным полу Борит одна звезда Она твоя, он и мой Она твоя всегда Кто любит, тот любит Светил, тот и спят Сталь ведет все за тебя Дорогой в дивный сад Тебя разосветит, а в небе О месте человека и взаимоотношения с природой Пишет в 1975 году Эдуард Асадов В стихотворении «Круговорот природы» Которое прочитает Михаилова Елизавета В природе смена вечна и быстра Лягушка точит зуб на комара Гадюка тоже пообедать хочет Гадюка на лягушку зубы точит А где-то еж отчаянный в бою Сурово точит зубы на змею Лисица хитромудрая душа Сочурец точит зубы на ежа А волк, голодный, плюнув на красу Порою точит зубы на лесу Лишь люди могут жить и улыбаться Поскольку людям некого бояться Но, видимо, и тут судьба хохочет А люди друг на друга зубы точат Теме моря посвящена небольшая пейзажная зарисовка Весна на море Весна на море Написанная Николаем Ульцом в 1959 году Любовь к морю поэт сумел сохранить в своем сердце Передать в своем почте Это стихотворение прочтет Галл Ема В юге вскалывает лучами Воздух светом затопив Солнце брызнуло лучами Далеку ищий залив День пройдет, устанут руки Но устало заслонив из души живые звуки Встроенный против тематик Свет луны и ночами дорог Берег светил по ночам Море тихо, как котенок Все скребется и замечало В морской тематике посвящено также стихотворение Философское стихотворение Луи Арагона «Черные рыбы» Прочитает его панец Светослав В воде сияет небо синего В воде челнок лыж сытва И клеится под весом рыбака Касается он вон ногой босой Ребит вода Свет солнца золотой До дыр слабы донного песка Рисует струек Струек светотей Там, в голубой воде Где затаился день У черных рыб в глазах Засывшая тоска Мироздание Красота природы Это таинство, которое вдохновляет на создание произведений поэтов Загадочное стихотворение «Жена Севера» в 1829 году написал Михаил Юрьевич Лермонтов Обращаясь к мифологии Поэт посвятил его таинственной женщине Смотреть на которую могли только скальды Поэты Ей они посвящали свое вдохновение За пламенный восторг и час Это стихотворение читает Соприченка Лени Покрыта таинств легкой сеткой Межскала полуночной страны Она является нередко Года волшебно-старинные И финны дикие сыны Ей храмины сооружали Как грозные дочери богов Из скальды северных лесов Ей вдохновение посвящали Кто зрел ее, тот умирал И слух в угрюмой полуночи Бродил, что будто как метал Язвили голубые овощи И только скальды лишь могли Смотреть на делу издали Они платили песнопением За пламенный восторг и час И пробужден немым видением Был стройный их невнятный глаз На крыльях чудо-местный Забой учится туда Где у священного газа Прекрасная есть страна В сады долбанных ароматов Сияния луны ночи Давно-то просчитает Тушисть дырки ночи Давно-то просчитает Тушисть дырки ночи Фиолки шепчутся тихо Высвеченный звездой Грозы волшебные сказки Забоют тошной рукой Козыли пугликов не паяют Тишина шлепка на стране Цветовый царь Тушисть дырки ночи Тушисть дырки ночи Тушисть дырки ночи Сияния луны ночи Тушисть дырки ночи Сияния луны ночи Верный друг всегда, везде Верен в счастье и в беде. Грусть твоя его тревожит, Ты не спишь, он спать не может. И во всем без лишних слов Он помочь тебе готов. Да, по действиям не сходны, Верный друг и льстец негодный. А сейчас я приглашаю своих друзей Исполнить песню Владимира Высоцкого от руки. Если вдруг оказался круг, И нет рук, и не так, а так, Если сразу не раз ты ешь, Он у тебя хорош. А для в городе мили с ним, И бросая на мою вод, Пусть он связан с тобой, Какой, товарищу такой. А для в городе мили с ним, И бросая на мою вод, Пусть он связан с тобой одной, Нам поймешь, что такое. Если вдвоем в горах не ам, Если сразу раскисся вниз, Шанс у пилы на грехи, И пысли, А в ступице не впри. Значит, рядом с тобой, чужой, Ты едва не пройди, гони, Для таких не берут, Идут, про таких не поют. Значит, рядом с тобой, чужой, Ты едва не пройди, гони, Для таких не берут, Идут, про таких не поют. Не спешил, не спешил, не дым, Не спешил, не зону шел, А когда ты упался сам, Он стонал и дышал. Если шел бы с тобой, какой, На вершине стоял кминой, Значит, рядом с себя самому, Положись на него. Если шел бы с тобой, какой, На вершине стоял кминой, Значит, рядом с себя самому, Положись на него. Синее море, только море за гормой, Синее море, недалек он к домой, Там за туманами, Вечными пьяными, Там за туманами берем наш родной. Там за туманами, Вечными пьяными, Там за туманами берем наш родной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok